Дорогие братья и сестры, мы начинаем нашу конференцию. Тема конференции «Толкование 53-й главы Исаии». Среди нас находится доктор богословия, брат Игорь Герман. Он будет у нас основным докладчиком. С докладчиком будет у нас Иван Васильевич. Сейчас мы помолимся Господу. Пожалуйста, я хотел бы помолиться брата Белоруссии Виктора Богданова и из Москвы Олег Михайловича. Пожалуйста, братья, помолимся Господу. Брат Виктор. Какой? Богданов. Это я. Господи, благослови, благослови Николая Ильича, благослови брата, который будет вести сегодняшнюю беседу. Благослови всех присутствующих. Даруй понимать Слово Твое в истине и в руки поклоняться Тебе, нашему истинному живому Богу. Аминь. Аминь. Слава Тебе, Отец Небесный, за сегодняшний день, за милость Твою. Я, Ольга, Сыне Твое, Иисусе Христе, Господи, за это время свободное, когда мы можем с разных краев земли вместе собираться и славить Тебя совместно, Господь, и назидаться от Слова Твоего. Благослови нас, Господь. Говори для нас сегодня, и пусть истина Твоя звучит сегодня. Во имя Иисуса Христа, слава Отсутственности, Тому Духу. Аминь. Аминь. Пожалуйста, брат Игорь, представляем вам возможность сделать доклад по книге про Криса и Псих третья глава. Спасибо большое, дорогой брат Николай. Всех я приветствую. Шалом, мир вам. А так как мне уже представили, меня зовут Игаль Герман. Я являюсь верцоверующим вашим, проживаю в городе Чикаго, в Америке. Уверовал я в Ишуа, в Иисуса Христа, в Израиле. И несу служение проповедника, благовестника по местной общине здесь. И сегодня благодарю Бога за возможность поделиться Божьим словом из книги пророка Исаии. Я очень надеюсь, что сегодняшняя тема будет благословенной, очень важной, интересной. И что мы все сможем укрепиться в нашей вере и быть еще более подготовленными к нашему служению, друзья. Итак, несколько слов, которые я хотел сказать о том, кем является пророк Исаия. Его имя на иврите звучит как пророк Ишаяу. Пророк Исаияу – это фактически имя, которое значит «спасение от Яхве» или «спасение Господня». Мы знаем, что этот пророк жил в Иерусалиме в 8 веке до новой эры. И этот пророк был не только лишь пророком, но он также был и священником. Он был священником-пророком. И именно вот в его пророческой книге, в которой 66 глав, мы находим одно из самых величайших пророчеств, которые Бог оставил израильскому народу о пришествии Царя и Господа нашего Иисуса Христа, или имя на иврите «Ешуа Хамашия». И сегодня я бы хотел вместе с вами пройти по этой главе не просто лишь по синодальному переводу, а так как мы все имеем его и можем его прочитать и более-менее понять, но вникнуть в текст оригинала, посмотреть, что нам открывает текст библейского иврита в пророческой книге Исаии 53 главе. Я очень надеюсь, друзья дорогие, что это изучение поможет нам еще больше возлюбить Господа, еще глубже понять Его Слово, быть еще более подготовленными в евангелизации, в благовестию и нести Слово Божье всем, верующим и неверующим. Итак, давайте, дорогие друзья, начнем наш разбор этой главы. И мы начнем его, друзья, с конца 52 главы. И сейчас вы видите на своем экране текст книга пророка Исаии. Тут вы видите синодальный перевод, который есть в наших Библиях с этой стороны, а с этой стороны текст на иврите. То есть мы сможем сейчас смотреть точно и читать, что тут написано на иврите, и сравнивать это с синодальным переводом для того, чтобы увидеть, убедиться в том, что нам хотел сказать Господь, Бог, Бог Израилев, Бог Яхве, Сущий, Единый, Всемогущий, Который есть Отец, Сын и Дух Святой, который обращается к нам со страниц этой пророческой книги. Итак, мы начинаем, друзья, это пророчество начинается не с 53 главы. Мы обычно говорим, да, Иса, 53 глава. Ну, мы понимаем, что мы подразумеваем, но само это пророчество начинается с конца 52 главы. И мы смотрим здесь, друзья, на стих 52 глава и стих 13. Вот откуда начинается эта мессианская глава, это мессианское пророчество. Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько было безображен паче всякого человека лик его и вид его паче сынов человеческих. Так многие народы, приведет он в изумление, цари закроют при нему ста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали. И вот мы видим, друзья, что вот эти первые три стиха этой мессианской главы, пророческой главы, начинаются с обращения, с описания этого Божьего раба. Итак, прежде чем начать разбор со стиха 13, друзья, я бы хотел обратить ваше внимание на то, что чаще всего, когда в нашем синодальном переводе мы встречаем имя Господь, ну, например, даже вот стих 10, Иса 52, 10, да, обнажил Господь святую мышцу свою, то на иврите, если мы посмотрим, друзья, мы видим, что тут стоит не имя Господь, а имя, которое называется, которое обычно читается как Яхве. Посмотрите, видите, друзья, вот это четыре буквы имени Бога, Йод, Хей, Вав, Хей, да, и вот это и есть то святое имя Господа Бога, которым Он открылся на страницах Священного Писания, и это имя не только лишь имя Бога Отца, но это имя и Сына, и Духа Святого, это имя единого Господа Бога, сущего Бога Израиля и всех народов, Бога Яхве. Поэтому важно этот момент знать, друзья, да, и мы обычно все на данных переводах встречаем 8-9 раз, это имя переводится как Иегова, но на самом деле такого имени у Бога нету, друзья, мы должны знать, что это неправильное прочтение этого имени. Наиболее правильное прочтение является тем, в которое я вот произнес, да, имя Бога Яхва, и Он и есть Тот, который открывается для нас от Бытия 1 до Откровения 22. Библия не учит, что есть Бог, один злой, жестокий Бог Ветхого Завета, один добрый, милостивый, всепрощающий Бог Нового Завета, это один, единый истинный Бог. Поэтому важно понимать, кем Он является и как Он открывает себя через Свои имена. И вот мы видим здесь, как Господь открывается здесь в этой пророческой книге, и Он говорит о рабе, который будет благоуспешен. И здесь вот на иврите используется слово Авди, посмотрите, вот стих 13 на иврите Авди, вот это слово Авди, мой раб. И мой раб, друзья дорогие, является одним из самых важных слов, которые мы встречаем на страницах Священного Писания в книге пророка Исаии. Мы знаем, что рабом Господним является и Израиль в этой пророческой книге, но мы также видим, что есть мессианская фигура, как бы другой, кто-то другой, кто несет это имя, раб Господень или Эвет Адунай, или раб Яхве. И Писание открывает, что в этой главе мы видим, что здесь речь идет не об израильском народе, а о страдающем рабе Господнем, который будет страдать за грехи этого народа. То есть мы видим, что есть конкретное различие, производится между страдающим рабом Господа и тем, за кого он страдает. Поэтому тут в этой главе речь не идет об израильском народе, который страдает за других. За него страдает сам раб Божий, который есть в Мащеах, Мессия, Господь. И, конечно, мы верим, что это никто не иной, как сам Иисус Христос, Шуаха Мащеах, как это открыто для нас на страницах Евангелия, Нового Завета. Поэтому мы понимаем, друзья, что он и есть вот этот Эвет, вот этот раб Господень, Эвет Адунай. И обратите внимание, друзья, например, как мы читаем о рабе Господнем в книге пророка Исаии в 43 главе. Посмотрите на минутку, вот я сейчас открою ту главу, друзья, Исаия 43 глава. Вот посмотрите, как Бог четко, ясно различает свой народ, то есть потомков Авраама, Исаака и Якова. И он также говорит и о еще каком-то рабе. Посмотрите внимательно, как четко, ясно это видно. Например, Исаия 43, 10. «А мои, свидетели, говорит Господь, вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога и после меня не будет. Я, я Господь, и нет Спасителя, кроме меня. Я предрек и спас и возвестил, а иного нет у вас. И вы, свидетели мои, говорит Господь, что я Бог». То есть Господь тут обращается к израильскому народу, и Он называет свой народ Божьими свидетелями. И Он говорит, что они свидетельствуют о том, что есть единый истинный Бог, единый истинный Спаситель, Господь Бог Авраама, Исаака, Якова, сущий над всем Бог. И есть также кто? И раб мой. Видите, друзья? Раб мой. И на иврите то же самое имя написано, в Афби, то же самое слово употребляется, которое мы встречаем в книге пророка Исаии, 52-53 главах. Это мы уже видим, как чтение текста в оригинале помогает нам видеть очень важные текстуальные духовные связи в самом же пророческом откровении, данном пророку Исаии. Дальше мы видим, дорогие друзья, что Писание говорит. И этот же раб, да, раб мой, то есть это раб Бога, раб Господа, он будет как? Он будет благоуспешен, возвысится, вознесется и возвеличится. Посмотрите, какие важные термины тут употребляются. Итак, давайте посмотрим, что нам помогает понять библейский иврит здесь. Итак, первое. Тут говорится, что раб мой будет благоуспешен. Вот прям вот я курсором указываю на это выражение в тексте на иврите. То есть что это значит? Это значит, что мой раб будет благоуспешен в своем разуме, потому что вот корень слова Яскиль, переведенный здесь как благоуспешен, слово Сехел, то есть разумный. То есть он будет благоуспешен в том, как будет открываться через него разум Господа. Представляете себе? Вот благоуспешен, ну для нас как бы это понятно, он будет успевать, он будет успешен в том, что он будет своей миссией, да? Но глагол, который мы встречаем здесь на иврите, отличается и указывает на то, что благоуспешность его будет открываться через его разум, через его Сехел и не Яскиль, понимаете? Вот это очень важный глагол. И через это, через откровение Господнего разума, Писание говорит, что он будет, что? Он будет, и тут даны три очень важных глагола. Возвысится, вознесется и возвеличится. О, давайте остановимся здесь. Итак, он возвысится. И мы знаем, что тут и потребляется тот глагол, который на иврите звучит как Ярум. Ярум, потом Ван Иса, возвысится и вознесется. И вот эти же два глагола, дорогие друзья, корни этих двух глаголов, употребляются в этой же пророческой книге Исаии. Давайте посмотрим, где. В Исаии в шестой главе. Я открываю Исаию в шестую главу. И мы сейчас посмотрим, что мы видим в первом стихе. Давайте посмотрим. И тут написано. В год смерти царя Озии видел я Господа. И вот интересно, что здесь, в масоретском тексте, употребляется не имя Господа Бога Яхве, но написано Адонай. Адонай, то есть мои господа, дословно с иврита. Это Адонай, Господа, сидящего на чем? На престоле высоком и превознесенном. И вот на иврите тут говорится Рам Ван Иса. Посмотрите. Рам Ван Иса. Это как раз те же самые корни слов, которые мы находим в Исаии 52 главе. Итак, мы видим, что пророк Исаия видел видение шестой главы самого Господа нашего и Спасителя Ишуа Мащеха Иисуса Христа до его первого пришествия, до его Боговоплощения. Он уже был открыт ему как то, как Господь Адонай, который сидит на каком престоле? Высоком и превознесенном. Представляете себе, дорогие друзья, что 52 глава фактически использует те же самые корни на иврите, что и Исаия 6 глава, описывая откровение Господа Бога пророку Исаии, когда Господь призывает Исаию на пророческое служение. Итак, мы видим на основании этих слов, которые потребляются в этом отрывке, что Ишуа, что страдающий раб Господень, который возвысится и вознесется, есть никто иной, как Бог Яхве. Конечно же, Он есть Бог-Сын, вторая ипостась единого Бога. И Он есть Тот, Который уже открылся в пророческом видении пророка Исаии. И Он есть Тот, Который придет в среду своего народа, чтобы умереть за их грехи, за грехи всего мира. Итак, мы видим, что этот страдающий раб, о Котором говорит пророк Исаия 52, начиная со стиха 13 до конца 53 главы, есть никто иной, как Сам, то Господь Бог. Он и есть Тот, Который сидит на самом высоком престоле. Выше Его нету. Это престол Божий, друзья. Это самый возвышенный, самый вознесенный престол над всеми престолами, потому что на нем сидит сам великий Царь, сам великий Господь Бог Саваоф, Господь Бог воинств. Аминь. Представляете себе, какая глубина, такая красота Божьего Слова открывается, когда мы можем чуть-чуть глубже вникнуть в Божье Слово, друзья. Итак, мы видим, что Он возвысится, Он вознесется и возвеличится. То есть нам даны три конкретных глагола, которые указывают на Его прославление. То есть когда мы знаем в жизни, когда Евангелие открывает нам, что Ишо был возвысен, Он был возвысен. Он был, конечно, это происходило в разные моменты в его жизни. Например, когда Отец произнес не один раз с неба был голос Божий, который сказал, «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение его слушайте». Помните, да, это было? Когда Господь принял крещение от Иоанна Крестителя в реке Иордан. Потом, когда было преображение Христа. Преображение, помните тоже, да? То есть мы видим, что Господь был тогда возвысен. Но я верю по Евангелиям, что апогеем возвышения Христа было тогда, когда Он зашел на Голговский крест. Вот тогда Он был возвысен, когда Он пошел на смерть, как искупительная жертва, заместительная жертва за грехи Израиля и всех народов. И потом Он вознесся и вознесется, друзья, да? И мы знаем, что после того, как Господь Иисус Христос умер, Он был мертв три дня, и на третий день Он воскрес из мертвых. После того Он был еще на земле сколько дней, друзья? То того, как Он вознесся, Он был еще 40 дней, да, уже после своего воскресения. И потом Он возносится с какой горы, дорогие друзья? С горы Елеонской, да? Он вознесся с горы Елеонской и в соответствии с пророческой книгой Захарии, 14 глава, Господь вернется вновь куда? На гору Елеонскую, как говорит пророк Захария, когда произойдет второе пришествие Иисуса Христа. Ищу ам-а-щи-оха. И вот мы видим, что Он возвысится, Он вознесется, Он вознесся, точно как мы читаем в Луки 24, Деяние, первая глава. И зачем? Он возвеличился, да? То есть Он возвеличился настолько, что Писание говорит, что всякое колено должно преклониться перед именем Иисуса, перед именем Ишуа. Даже те, которые преисподни, даже те, все, видимые, невидимые, все преклонят колено, филиппинцам вторая глава. Итак, мы видим, что Господь продолжает описывать этого страдающего раба Господня. Интересно, что раб мой, да? Тут на юбилите написано Авди. Когда мы смотрим, друзья, на арамейский перевод, арамейский перевод Библии, который называется Таргум, Таргум, это арамейский перевод, то мы видим, что арамейский перевод даже не просто переводит, как «мой раб», а пишет на арамейском слово «мещиха». Мещиха. Мещиха значит «мой мессия». Мещих. Представляете себе? То есть самые древние толкователи Библии, которые толковали Библию и переводили ее на арамейский язык, усмотрели в этой главе явно мессианское пророчество. Это прекрасно, друзья. То есть когда мы можем посмотреть в древность, когда мы можем посмотреть в древние источники, и для нас открывается абсолютно новый духовный глубокий мир всего того, что Господь хочет передать нам через свое святое слово. И дальше мы видим, что вот этот раб изумляет. Изумляет. Что значит, что он изумляет? И вот тут очень важный глагол, друзья, на который я бы хотел обратить внимание. То есть он изумляет настолько, что он, потому что его лик был обезображен пачей всякого человека, лик его и вид его пачей сыновчейских. То есть изумление приходит от его страданий. То есть тот, который благоуспешен разумом Господнем, тот, который есть сам Господь, который приходит, придет воплоти, он возвысится, вознесется, возвеличится, и в то же самое время все будут изумляться и вот его лику как обезображенном. То есть сразу указывается на его реальные физические страдания, что он должен пострадать за грехи людей. И дальше мы читаем, Божье слово говорит, что многие народы приведет он в изумление. Вот здесь, друзья, глагол, который используется в еврейском тексте этого пророчества, просто приводит меня лично в изумление. Посмотрите, тут используется глагол я-зе. Я-зе, глагол, который значит что? На иврите, дословно с ивритой, который значит он будет окроплять. Представляете себе? На русском написано приведет в изумление, но на самом-то деле тут глагол используется, который значит окроплять. Я-зе, это тот самый глагол, который употребляется в книге Левит и в других священнических текстах Танаха, ну то, что мы называем обычно Ветхим Заветом, где говорится о древних священниках Израиля, которые могли покропить, которые должны были покропить кровью, Израиль, свой народ, когда же это приношение происходило. Помните, да? Все вот эти описания. И вот тут написано, что Господь должен окропить, указывается на то, что он будет кропить своей кровью. Представляете себе? Какое великое откровение. Какое великое откровение. То есть мы видим четко и ясно, что Божье Слово говорит уже с самого начала о том, что будет пролита кровь этого великого, небесного, вечного раба Господнего. Он будет кропить. И тут даже, обратите внимание, говорится, конечно, он будет кропить и свой народ, своей кровью, да? Но этот текст говорит о народах, да? То есть миссия этого раба, страдающего раба Господнего, не только для Израиля, но и для других народов. Написано здесь Гоим. Гоим – это народы, друзья. И он будет кропить их. То есть указывается на то, что он должен умереть священной смертью, как агнец Божий. Мы это дальше увидим сейчас в 53 главе. Представляете себе, как один глагол, который абсолютно меняет всю траекторию толкования этого миссианского пророчества. Итак, мы ясно и четко видим, что Божье Слово открывает нам страдающего раба Господнего, великого, благоуспешного, который будет возвышен, который вознесется, возвеличится, как тот, которого видел пророк Исаак на престоле Господнем. Тот, который изумит своим страданием людей. И даже до такой степени, что он приведет народы не просто в изумление, а он побудет кропить своей кровью эти народы. И тогда, в результате этого, даже цари закроют свои уста, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали. То есть мы видим роль царей. Роль царей. Я думаю, что это пророчество относится как к первому пришествию Иисуса Христа, когда он был на суде перед разными царями, например, Японтием Пилатом и другими правителями. Но я верю, что это также относится и к будущему, ко второму пришествию царя, когда вернется царь иудейский, когда вернется царь Израилев, Ишуах Мащех, Иисус Христос, и написано, что всякое колено приклонится перед ним всех, самых великих царей, всех мироправителей. И вот теперь мы переходим, друзья, в 53 главе книги пророка Исаии. И вот мы видим, как дальше это пророчество раскрывается здесь, и какие особенности этого пророчества нам глубже видны, или по-новому открываются через текст на иврите. И мы видим, Господи, кто поверил свышенному от нас, и кому открылась мышца Господня. Видите? То есть тут уже говорили обращение от нас, кому, кто поверил свышенному от нас. То есть уже такое обращение от тех, кому идет это пророческое слово, и кому открылась мышца Господня. То есть мышца Господня должна кому-то открыться. И вот тут вот в этом тексте, в Исаии 53.1, на иврите мы видим, что употребляется слово зроа яхне, то есть мышца Господня. И мышца Господня – это то выражение, которое тоже мы очень часто встречаем именно в пророческой книге Исаии, зроа Адонай или зроа Яуэ. Почему? Потому что она указывает на то, кем является этот царь, кем является этот царящий раб Господень. Он сам и есть мышца Господня. Он мышца Господня, которая придет в этот мир для того, чтобы открылась сила Господа спасать грешников на этой земле. И вот как бы продолжается это пророчество среди таких риторических вопросов, идет вот такое описание, как этот раб начинает себя проявлять в этом мире. И написано, что он зашел пред ним. То есть этот раб восходит перед кем? Перед Богом. Как отпрыск. И как росток из сухой земли. То есть мы видим, да, что идет употребление таких слов, как отпрыск, юнек на иврите. Или потом идет слово росток, да, шореш. Это как раз такие вот ботанические термины, которые используются в мире, из мире растительности, которые указывают на то, что вот будет как бы такое появление этого создающего раба Господнего, как такого небольшого цветочка, да, который вот выходит, 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 выходит из земли, да, ничем не заметный цветочек, но через него, да, придет спасение Господня. Обратите внимание на контраст выражений, да, мышца Господня в первом стихе, да, то есть сила Бога, Бога Яковлева, а потом идет такое описание очень хрупкого, такого отпрыска, ростка из сухой земли. И вот мы видим, что этот отпрыск, этот росток, не было в нем ни вида, ни величия, да, он был незаметен, он был неизвестен. Дальше говорится, что мы видели его и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему, да, то есть по-человечески в этом ростке не было такого, что бы могло привести людей в изумление, да, но мы видим, что через этот росток придет спасение всему миру. И дальше Господь открывает, что это страдающий агнец, страдающий раб Господень, он презрен, умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни. И вот тут вот как раз используются очень сильные выражения в библейском тексте на иврите. Невзе. Невзе – это презрен. Дальше. Умолен пред людьми, хадар ищин. Потом говорится, муж скорбей, ищ маховод. И Божье Слово нам и открывает, что когда Господь Иисус пришел и начал свое служение в Галилее, потом в Иудее, потом в других регионах Святой Земли, мы видим, да, как к Нему люди приходили, и люди вначале не видели в нем того, о ком говорил он и кем он являлся, но со временем начал открываться, что он есть тот, который возьмет их скорби на себя, тот, который возьмет их болезни на себя. И, к сожалению, многие отвращали от него лицо свое, но не все. Поэтому очень важно понимать, дорогие друзья, что Священное Писание не учит тому, что все евреи не приняли Христа, что все отказались от Него. Были всегда те, которые пошли за Ним, были всегда те, которые приняли Его, друзья. И это был тот остаток по благодати, о котором говорит апостол Павел в послании к Криминам в 11 главе. И дальше мы видим, друзья, что Он берет на себя наши немощи, и вот тут опять употребляется слово холиену, немощи, а дословно перевести, это то же самое слово, что болезни. Он забирает наши болезни с нас и несет наши болезни на себе, махувейны, наши боли на себе. Ясно мы видим, да, что Он является этим заместительной жертвой, которая послана Господом для нашего избавления, исцеления, спасения. И далее говорится, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Да? То есть вот тут вот интересно такие вот выражения употребляются, да, нагуа, да, нагуа, нагуа. На иврите как бы поражаем, наказуем. И вот мы знаем, что вот это слово нега, да, нега, нагуа, это выражение указывает, друзья, на то, что мы читаем в Божьем слове. Например, в книге, тоже в Торе, да, где говорится о прокаженном, да. Те люди, которые были прокаженные в Древнем Израиле, они назывались нагуа. То есть к ним нельзя было прикоснуться. То есть они были неприкасаемые, да. И мы встречаем, что Господь, когда приходит в свой народ, к нему люди прикасаются. К нему люди прикасаются, и он забирает с них их немощь, он забирает с них болезнь, особенно проказу. То есть мы видим, да, что исцеление от проказы в Древнем Израиле воспринималось, уже вот период Второго Храма, оно воспринималось как знак мессианского служения. То есть израильтяне верили, да, что когда будет исцеление от проказы, что это значит, что пришел Мессия, это значит, что пришел Господь. Представляете себе? Потому что они понимали вот этот термин нагуа, да, прокаженный. Он забирает с нас наши болезни. Особенно самые страшные, даже такие, как проказы. И он очищает нас от них, друзья. Представляете себе? И даже если сегодня в мире свидетельства такие, что те люди, которые приходят к вере, то физически даже были прокаженные в тех странах, где есть еще эта страшная болезнь, инфекционная болезнь, как проказа, люди получают исцеление, приходя к вере в Иисуса Христа, в Ищуа Мащеха. Это чудо, друзья. Это исполнение этого пророчества, которое мы читаем через книгу пророка Исаии. Он есть вот этот нагуа, тот, который берет на себя все болезни, немощи и страдания, даже такие страшные, как проказа. И дальше, друзья, мы видим, что в нем мы имеем что, друзья? Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Наказание мира. И вот тут упрывается слово мусар шламену. Мусар шламену. Вот слово шламену, это как раз есть тот корень, который известен, от которого происходит слово шалом. Шалом, да, мир вам, мир, мир, шалом. То есть Писание открывает нам, что страдающий раб Господень является нашим источником шалома, да, мира. Почему? Потому что он примирит грешников с Богом. Он примирит грешных людей с небом. Он есть кто? Он есть наказание мира нашего. Представляете, он был на нем, и ранами его мы исцелились. И дальше пророк Исаия описывает состояние израильского народа в то время, когда будет происходить это великое искупление от их грехов. Начинается стиха 6. Все мы буждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Аллилуйя! Какое величайшее откровение дает нам Господь через пророка Исаию. И ясно, и четко мы видим, да, что израильский народ сравняется, сравнивается с овцами, которые не имеют пастыря. Они не знали, куда идти. И особенно в то время, друзья, действительно, в первом веке нашей эры была большая проблема, потому что храм был часто осквернен. Было очень много уже пророков в это время. Люди не знали, как им получить освобождение от римского ига. И вот приходит их царь, и вот приходит их спаситель. И, конечно же, у них была тоже и путаница, потому что они думали, что в это время, как раз, когда он приходит в первый раз, в первом пришествии, будет восстановлено царство Израилю. Но, конечно же, в то время царство Израиля еще не было восстановлено, но оно будет восстановлено, как мы читаем и стихи деяния апостолов первого, в будущем. И мы, я лично верю, что будет второе пришествие Господа Иисуса Христа, Ищуаха Мащеха, и будет будущее большое, великое покаяние в израильском народе и пробуждение, как об этом говорят пророки Захария, Иеремия, Иезеки или многие другие пророки. И будет то время, когда народ скажет, благословен грядущего имя Господня, Матфея 23, Вася, из 37 по 39, как апостол Павел говорит в конце Римлянам 11 главы, весь Израиль спасется. То есть Господь говорит, что и это еще будет, когда будет великое излияние Духа Святого, спасение и избавление. Поэтому Господь учит нас тому, что сегодня Он открывается нам, как страдающий раб Господний, и в то же время, как грядущий великий царь неба и земли. И дальше мы читаем такие слова, идет такое вот описание этого страдающего раба Господня. Обратите внимание, друзья, на стих на стих седьмой «Он истезуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца ведет он был на заклане, и как агнец предстригующему безгласен, так он не отверзал уст своих». И вот здесь мы видим очень важные выражения, которые используются в библейском тексте. Тут употребляется слово овца, в стихе седьмом это слово сэ, и потом употребляется слово овца, а потом употребляется слово агнец, а агнец это слово рахель, рахель. И вы знаете, друзья, что фактически рахель, овца, который употребляет здесь, это есть имя рахиль, да? Вы помните, что была такая вот великая библейская фигура, женщина в книге «Бытие», рахель, помните, да, что вот у Якова написано, что у Якова были две жены, да, рахиль или рахель и Лия, представляете себе? И вот ее имя как раз и фигурирует в этом тексте, рахель, то есть есть связь, да, между вот этим образом овечки, страдающей овечки, как агнца, и того, кем является Господь, он приходит как потомок рахили, представляете себе, друзья? Сам Ишуа из Назарета приходит как потомок рахили, как эта овечечка маленькая, которая приходит для того, чтобы умереть, как этот агнец, который предстригующим его безгласен. И как раз такой вот примерно образ мы видим рахили, жены Якова в книге «Бытие». Какие великие откровения нам дает Господь через свое святое слово. И дальше мы видим, что он не будет открывать уз своих, и дальше пророк говорит, что от уз и суда он был взят, и дальше написано, но род его кто изъясни, да? То есть кто может изъяснить происхождение этого раба Господнего, который есть сам Господь Бог, который в то же самое время есть и отрасль, который есть и росток и сухой земли. Представляете, какие великие описания, имена, атрибуты даны нам страдающего раба Господнего. И он есть тот, друзья дорогие, которого род никто не может изъяснить из людей по-человечески, да? Потому что он и есть тот, который сошел с небес, сын человеческий, так как и учит нас книга пророка Даниила, седьмая глава и Евангелие. И дальше говорится, что этот страдающий раб Господень, он будет отторгнут от земли живых, что значит, что он будет убит, он будет умершлен. Почему? За что? За преступление народа моего. Что говорит народ? Народ мой, это народ Бога и народ пророка Исаии. И Господь говорит, что за преступление народа моего претерпел казнь. То есть страдающий раб Господень не может быть самим Израилем, потому что он должен претерпеть казнь за преступление Израиля. Вы понимаете, да? Он не может быть одним и тем же лицом. И он должен претерпеть казнь. И опять-таки здесь под словом казнь употребляется слово нега. 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 Вот это казнь. То же самое корень в слове нагуа. То есть тот, который пострадал за нас, поражаем был как бы от проказы. Вот такой настоящий библейский пророческий мессианский образ страдающего раба Господнего. И дальше говорится здесь в библейском тексте, что ему назначили гроб со злодеями. То есть этот раб должен умереть, его должны положить в гроб, и не просто с кем-то, а именно со злодеями. И дальше написано, но он погребен у богатого. Вот так примерно мы читаем в библейском тексте на иврите. Но он сам, что говорится, потому что не сделал греха, греха, и не было уже в устах его. Интересно, что здесь употребляется слово грех, слово хамас. Слово грех, хамас. Очень важное слово, которое употребляется неоднократно в Танахе. И это слово, которое указывает на полное беззаконие. Не просто грех, а тяжелая форма греха. И он не сделал этого греха. И действительно не было уже в устах его. И дальше говорится, что угодно было Господу поразить его, и он предал его мучению. То есть написано здесь, что стих 10, и тут как раз говорится имя Господня, Яхве, Господу Богу угодно поразить его, и он предал его мучению. То есть он поразил его. И написано, когда же душа его принесет жертву умилостивления. Вот тут друзья, очень важно указание на еврейите, что это за жертва? Жертва вины, ашам. Ашам это вина. Вина, друзья. То есть библейский текст ясно нам открывает, что страдающий раб Господень, он несет в себе как бы вот это исполнение этого образа истории страдающего ашама, то есть жертвы вины. В книге Левит мы видим перечисление жертв, которые золитяне должны были приносить. Правильно? Помните? И одна из этих жертв была ашам. Была жертва вины, если перевести дословно. И именно вот это является полным соответствием той типологии, пророческой типологии, которую мы видим в книге Тор, в книгах Торы. И вот мы видим дальше, что он тот, который принесет жертву милостивления или жертву вины, он узрит потомство долговечное. И вот тут интересный момент, друзья. Ир-э увидит. Но что увидит? Когда мы смотрим, друзья, на этот текст в рукописях Мертвого моря, которые были найдены в Кумране, там есть очень важное дополнение. Увидит свет. Ир-э орн. увидит свет. То есть он увидит свет. И как раз тут имеется в виду, что он увидит небесный. То есть он умрет, но и потом он увидит свет. Как это может быть? Это является указанием на его телесное воскресение из мертвых. Аллилуйя! Какое великое откровение, друзья. То есть как раз здесь оно в нашем переводе абсолютно не отражено, но оно есть в рукописях Мертвого моря, книги пророка Исаии. Какое великое откровение, друзья. Слава Господу, что действительно тот, который умер, но и воскрес из мертвых. Царь царей, Господь Господствующих. Он и есть тот, который увидел свет. Ир-э-орн. Увидел свет. И дальше написано, что он также, что будет иметь потомство долговечное. Тут написано зеро, зеро. Зеро имеется в виду семя, да, дословно. Это тот слог, который тут употребляется. И как раз имеется в виду, да, что спасение пришло, да, через семя Авраама, да, и в Галатам в третьей главе написано, что это есть обетование о Христе. Он и есть вот это семя обетованное, которое пришло, и через него есть спасение для всех других, которое также является семенем Авраама. Да, это есть его тело, есть его церковь, это его остаток Израиля и уверовавший из народа в бывшие язычники. И теперь Господь дальше открывает нам, что воля Господня Бога успешно будет исполняться рукою его, да, то есть мы видим, что он будет продолжать исполнять волю Господню. Мы видим, да, вот это единство Отца и Сына, как открывали нас Новый Завет, как Господь сказал, я и Отец одно, кто видел меня, видел и Отца, я в Отце и Отец во мне, да, много разных отрывков из Евангелия от Иоанна, 14-го и другие. То есть мы видим, да, что этот раб Господень является по сути Богом в единстве с Отцом и Духом Святым, единым с Богом, есть сущий над всем Господь Бог Яхве. И мы видим, друзья, что Божье Слово говорит, что на подвиг души он будет смотреть с довольством, да, то есть то, что он соделает искупление за грехи наши, спасение, да, это будет принесет большое довольствие, это будет большой подвиг его души, и он действительно будет смотреть с довольством, будет смотреть с довольством, и он действительно через познание его, он, праведник раб мой, оправдает многих и грехи на себе понесет. И как раз вот тут мы видим вот это пророческое откровение об оправдании, да, яцдик на иврите, это есть корень цедек, праведность, справедливость, цедек, яцдик, а слово праведный звучит как цедик, цедик, да, например, в книге Аввакума написано, да, что праведный веру жив будет, да, и там дословно пророк говорит, цедик бэмунато ихе, цедик бэмунато ихе, то есть ясно и четко для нас открывается, что вот этот праведник и есть то раб господен, и Божье слово говорит, и грех их на себе понесет, да, тут уже употребляется другое слово для греха, там было слово хамас раньше, да, а тут слово авон, тоже очень сильный термин библейский для слова определения слова грех, и пророчество завершается такими словами, друзья, 12 стиха, это уже слова Бога, который говорит о страдающем рабе Господнем, тут написано, посему я дам ему часть между великими и сильными будет делить добычу, то есть тут Господь говорит о том, что он как великий победитель, вот этот страдающий раб, он как великий победитель, через которого многие смогут участвовать в этой благословенной участии этого победителя, и он будет делить добычу, да, то есть это как бы образ войны, войны используется здесь в этом пророческом тексте, и почему это будет, за то, что он предал душу свою на смерть, и, что написано, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих, вот тут уже слово под словом грех, и опять другой термин используется, хэт, да, уже видели такие термины, как хамас, а вон, теперь хэт, это разные термины, на русском переводится все как грех, но в иврите, каждый несет в себе очень тонкий, глубокий духовный смысл, и он понес на себе грех многих, то есть имеется ввиду, что многие получат спасение грехов через то, что он совершит, из-за преступления, что написано, из-за преступников сделался хадатаем, представляете, то есть он будет хадатаем за преступников, на иврите пошим, поше, это преступник, криминал, мы даже можем вспомнить, даже, когда Господь висел на кресте, да, и был разбойник, который тоже висел на кресте, и тот разбойник, который понял, кто рядом с ним сказал, да, Господи, вспомни меня, когда ты придержишь царствие Твое, да, я немножко просто перефразирую, эти слова, ууки, 23-я, и что же ему было сказано, что Господь ему говорит, ныне же будешь со мной в раю, то есть мы видим, что уже даже будучи страдая на кресте, Господь уже становится хадатаем за грешником, или когда Господь говорит с креста, прости им, ибо не знают, что делают, то есть мы видим, что уже Господь выполняет свою великую миссию хадатай, конечно же, на небе он является нашим великим перасвященником, он хадатай за нас, а по чину Мехиседека, об этом мы читаем послание к евреям, можете прочитать, главы 5, 6, 7, и так мы видим, друзья, что Писание открывает для нас образ настоящего библейского страдающего раба Господня, который есть сам Господь Бог, который есть сам свет, надежда и любовь, который прежде всего пришел для погибающих овец дома Израилева, также он и пришел для того, чтобы даровать спасение и всем людям из всех народов и языков. Слава ему за это, слава Господу, что он открывает нам свой глубокий смысл пророческого слова через библейский текст на еврите. Я буду очень рад, друзья, дорогие, если кому-то интересно, в будущем также предложить курс по изучению библейского еврита на русском языке, для того, чтобы каждый из нас смог глубже понимать, что Господь говорил через Тору, пророков и Писаний, также через Евангелие, потому что и в Евангелиях, несмотря на то, что там текст написан на греческом языке, друзья, там используется очень много оборотов библейской, еврейской речи, которых знания лишь греческого языка недостаточны. Да, благослови всех вас, Господь, спасибо вам большое за внимание и буду очень рад услышать ваши вопросы и комментарии. Слава Богу. Брат Игорь, очень большое вам спасибо за щерпающий доклад по книге про Крисайи. Сейчас мы еще послушаем. Иван Васильевич, вы можете что-то там дополнить и потом будут вопросы? Ну, дополнить мне нету дополнения, потому что брат Игорь изложил очень глубоко и всесторонне. Вот, есть только вопросы у меня. Ну, вопросы такие. По стиху четвертому понес наши болезни. Что это значит? Более подробно объяснить. Что значит, что он понес наши болезни? Да, я могу сейчас ответить, или будут еще дополнительные вопросы? Можно отвечать. Можно отвечать, да? Ага. Ну, я думаю, что тут как раз там и Новый Завет помогает нам вот в ответе на этот вопрос. Если мы обратимся к Евангелию от Матфея, восьмая глава. Евангелие от Матфея, восьмая глава. И давайте посмотрим, что тут нам говорится в Божьем слове. Матфея, восьмая глава. И здесь как раз мы читаем о исцелении немощных. И, кстати, вы знаете, что восьмая глава из первого четвертого как раз рассказывает нам об исцелении прокаженного. Видите? На Гуа. Как раз тот же образ того Мессии, который берет из себя болезнь проказы. В этой же главе. Теперь посмотрите, что мы читаем дальше в этой же главе. Начинается стиха 16. Евангелие от Матфея, восьмая глава со стиха 16. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. И дальше дозбудется речо через пророка Исаию, который говорит, он взял на нас себя наши немощи и понес болезнь. То есть мы видим, что даже до того, как совершилась искупительная смерть Христа на кресте, уже вот это пророчество уже начало исполняться через земное служение Христа, когда он изгонял нечистых духов, и когда он исцелял больных в Израиле. То есть в это время что происходило, он брал немощи людей на себя и нес их болезнь на себе. Это происходило еще до того, как была пролита его кровь. Ясно, мы видим из этого текста, Матфея 8, А уточнение такое, да, это понятно, что во время земной жизни Иисуса Христа исполнялось это пророчество. Это понятно все. А что означает сегодня? Сегодня означает для нас он понес наши болезни. Когда Иисуса Христа на земле нет, он сидит одесную престола величия Божья, ну, а его дети и церковь на земле. На сегодняшний день что означает это пророчество? Я так вижу этот момент, Иван Васильевич, я вижу, что тоже ответ мы находим в послании к евреям 13-го стих 8. Евреям 13-го стих 8, где мы читаем следующее. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. То есть, конечно же, Христа физически нету на земле, но он на небе, и он остается тем же самым Богом, который совершал то служение исцеления, которое он совершал в первом веке на шерох воплоти. То есть, сегодня мы приходим в молитвах наших к нему и взываем к нему, чтобы он нас и духовно исцелил, и эмоционально исцелил, и, конечно же, и физически, когда угодно к Господу, это не происходит по мгновению палочки, сказали, и Господь будет исполнять, потому что мы это требуем. Тут абсолютно не подразумевается псевдо-харизматическое учение. Тут имеется в виду библейское, мессианское, евангельское откровение, которое нам дано в Священном Писании о том, что он остается Богом исцеляющим. Он есть тот Бог, который исцелял израильтян. Помните, исход 15 глава, он открывается как Яхве Рофи, или, знаете, Яхве Рофеха, Господь, Бог, исцелитель. Он остается этим Богом исцеляющим. Поэтому мы верим, я так верю, на основании Писания, что мы должны молиться также о физическом исцелении, и Господь физически сегодня тоже исцеляет. Господня рука не сократилась, его сила не сократилась. Он был вчера и сегодня в веке тот же. Сегодня, конечно, очень важно различать, что есть псевдоисцеление, есть очень много духовных замен, подмен, и как и Евангелие, и самого Христа, и Библии, во всем, чем хотите, в духовных дарах очень много духовных подменов, что это духовная битва, духовная война, есть сильное действие духов областительных и учений в бесовских. Но при этом же мы знаем, что Господь выше всего, и Он, да, и избавляет, и исцеляет, и помогает, даже на физическом уровне сегодня. Если бы это было не так, то нам не было бы даны оставлены заповеди Яхова 5-я рвова. Если кто болен из вас, идите к представителям церкви, они помажут его и леем во имя Господне для физического исцеления, связанного как раз и с духовным исцелением, то есть прямая связь духовная и физическая, как я это вижу. Да, я удовлетворен полностью этим ответом, потому что я почему спросил этот вопрос, потому что мы знаем, что есть такие, которые учат так, что если человек уверовал, принял Иисуса Христа в свое сердце как личного спасителя, он уже не может болеть, потому что все болезни взял на себя Иисус Христос. Вот такое есть учение. А настоящие библейское учение это такое, как брат Игл изложил. Спасибо. Теперь следующий вопрос у меня. Стих 12. Где сказано Поэтому я дам ему часть между великими и сильными будет делить добычу за то, что придал душу свою на смерть и к злодеям причет. Кто такие великие и так что такие сильные? С кем он будет делить добычу и что такое добыча? Очень хороший вопрос, Васильич. Я так вот вижу ответ на этот вопрос в послании к Ефесянам. Можем обратиться к посланию к Ефесянам. Четвертая глава. Ефесянам четвертая глава. И посмотреть как нам что мы тут видим. Вот посмотрите. С восьмого стиха. Ефесянам четвертая глава с восьмого стиха. И тут конечно же говорится о подвиге Христа, как раз о его смерти, о его нисхождении в преисподнюю и его воскресении измертв. Вот такое дается описание в Песянам четыреста восьмого стиха. Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам, а вошел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде преисподние места земли, а не шедший, он же есть и вошедший превыше всех небес. Но это все о Христе говорится здесь, конечно же, дабы наполнить все. И он поставил от них апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, свершению святых на девослужение, на созидание Тева Христова, доколе все притем единства веры и познания Сына Божия, Мужа Совершенного, в меру полного возраста Христа. Вот это очень важный отрывок, на который сегодня многие верующие, даже проповедники, не всегда обращают внимание, он немного таинственный отрывок, но мне кажется, что он ключевой в понимании Евангелия, в понимании плана спасения, потому что здесь говорится о том, что происходило между тем, что он, между смертью Христа и между его воскресением, то есть вот это время происходили очень важные события в духовном мире, которые человеку были не видны, но, например, что произошло? Написано, да, он вошел на высоту, пленил плен и дал горы человеком, то есть мы видим, что когда Господь, он умирает, да, его тело на кресте, потом он был погреблен в этой гробнице у богатого, но душа Господа, да, он идет в рай, да, он же говорит этому преступнику, да, ныне же будешь со мной в рай, то есть он идет в рай, он берет этого преступника, он его спасает, да, он его, он также оказывается с ним в раю, то есть в той части духовного мира, которая называется раем, и там происходят очень важные духовные события, и вот как раз то, это и есть исполнять это пророчество, как я понимаю, Иса 53-12, посему я дам ему часть между великими, то есть Господь получает часть между великими, то есть между небожителями, между духовными силами, которые являются великими, и он получает в духовном смысле, для нас определенная тут есть и тайна, происходит великие как бы потрясения в духовном мире, ну например, об этом мы читаем 1 Петра 3 глава, 1 Петра 4 глава, да, то есть он получает там великую, он, например, забирает, например, ключи смерти у дьявола, евреям 2, 14-15, да, то есть и в духовном мире Господь получает какую-то духовную часть между небожителями, какими-то силами, гвоздями, между великими, и сильными будет делить добычу, и вот вот эта добыча, как мне кажется, и подразумевается здесь как раз вот как бы вот эти спасенные, эта добыча, это 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 те, которые раньше приезжали к дьяволу, это те, которые раньше приезжали с силам тьмы, особенно из язычников, да, потому что начинается великая как бы работа Духа Святого на земле, да, статья 50, это Деяния 2 глава, и идет как бы очищение, спасение людей, физическое, духовное, да, Господь уже его начал, да, до своей смерти, и после смерти, воскресения, вознесения, и идет великая как бы миссия Духа Святого по земле, да, и многие приходят к вере, да, самые, самые, ну, самые опасные люди, самые нечестивые, его покойники, которые находились во власти беса, да, к ним приходит Христос, Евангелие, да, и это есть добыча Божья, и вот Господь делит ее между великими и сильными, между, как бы, в духовном мире, отнимается вот эта сила тьмы, сила смерти у дьявола, да, духовные силы власти уже подпадают под власть Христа полностью, об этом мы читаем в послании Кавасянам, Ефесянам, тоже очень важная отдельная тема, и потом, да, идет сильная, как бы, работа Духа Святого со знамением, чудесами от Бога, да, и Божье слово распространяется, и этим самым, как бы, власть дьявола, она, как бы, отбивается, свет Божий прогоняет тьму, и вот это все будет происходить до второго пришествия Христа, сегодня мы тоже участвуем в этой миссии, мы сами все являемся добычей Божьей, как я понимаю, и в духовном мире великие и сильные, да, они, как бы, участвуют в этом труде вместе с церковью, потому что мы стали зрелищем, да, написанным для людей и для ангелов, да, и наша брань не против крови и плоти, да, она против сил тьмы, да, Ефесянам 6, 12, поэтому тут происходит, как мне кажется, происходит очень, открывается в 12 сетях такая вот картина неба, картина невидимого мира, а результатом всего является то, что происходит на земле. Спасибо, я хочу сказать свое мнение или как бы дополнить эту картину, вот, как бы дополнить, дополнить тем, что известно, что в церкви Христовой есть разные люди, разные верующие, есть и слабые, есть и сильные, есть и победители, и поэтому вот с этими сильными победителями Христос будет как бы разделять, делиться своей славой, своей победой. Мы считаем в Откровении 3 глава, 21 стих, побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как я победил и сел сомнен на престоле его. Значит, у церкви будут победители, а будут и не победители, и мы знаем, что будут те, которые как немудрые девы не удостоятся войти дверью восхищения церкви, а будут оставлены на великую скорбь и так дальше. Поэтому, если здесь сказано пророчески, что Христос будет делить сильными добычей, вот, то я так понимаю, что Христос будет как бы делиться своей победой, своей славой с теми, которые окажутся победителями, которые приняли это все оружие Божие, которые вели духовную брань. И вот Откровение 3 глава, 21 стих подтверждает эту мысль, так не кажется. Спасибо. У меня вопросов больше нету. Может быть, у кого-то другого. Пожалуйста, братьте вопросы брату Игарю. Николай Ильич, можно мне? Конечно, конечно. Пересладывай. Игарь, приветствую, благодарю за доклад. Хотелось бы вот поподробнее вот узнать, вот на русском языке нет этого различия, а вот в иврите, как я понял, это Хамас, Абон, Афет, вот, есть. Что это вообще, какие нюансы здесь? Кстати, Хамас на русском звучание такой, да, печально известной организации. Вот, но вообще, как различаются это? Да, 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 очень хороший вопрос. Я думаю, что для углубленного ответа с примером из Писания нужно сделать отдельную тему на это. Не хочется просто как бы так все скомкать и коротко передать, а там очень глубокие моменты, которые, да, следует, на которые следует опротимание. Но по сути я вам хочу сказать, что вот эти термины, каждый из этих терминов, несет в себе определенный такой вот духовный смысл, связанный как бы с, что такое грех в глазах Бога, да, и грани греха, как они были открыты через Моисея и пророков, да, ну вот, например, например, вот в книге пророка в первой книге Библии, книге Бытие, да, книга, первая книга Библии Бытие, но я могу даже тут открыть текст, вот вам показать, прямо вот на экране вам будет легче видеть, видно, Бытие, шестая глава, да, вот Бытие, шестая глава, и вот здесь мы видим, да, очень такое вот интересное описание, да, того, что было во дни до потопа, да, идет вот такое описание греха, да, что, какой, какие были грехи на тот момент, в чем было преступление людей, и вот, например, вот в стихе, например, в стихе пятом написано слово, вот это слово развращение, ра-а, ра-а, потом написано, да, что их было, всех мыслей были зло, ра, да, то есть вот это слово ра-а и ра, да, оно как раз и указывает, да, на то, что происходило с людьми, то есть оно указывает на полное, как бы, что зло переполнило, переполнило чашу божьего терпения, и вот потом, обратите внимание, употребляется как раз вот это слово хамас, да, тот термин, который мы встретили в Иса 53, это Бытие 6, стих, стих 13, да, и вот тут под словом хамас, вот в этом контексте, это именно злодеяние, земля была наполнена злодеяниями, то есть как бы поступки были настолько злые, когда вот эти сыны Божии сошлись с неба, да, Бытие 6, да, когда они увидели дедочерейческих, да, то есть произошло полное улучшение образа Бога в человеке через сошествие вот этих падших сынов Божьих, Бытие 6 главе, да, и происходит хамас, да, то есть уровень злодеяния то есть выше всего того, что можно было себе на тот момент представить, и Бог решает навести потоп на этот погибающий мир. То есть я понимаю, что вот употребление тех или иных терминов в описании греха или зла в Танахе хамас, ра, авон, хет или хатат, это женская форма слова хет, да, как раз и указывает на то, да, что указывает как бы на особенности грехопадения, да, например, грехопадение, например, связанное с падшими силами тьмы, да, вот употребляет слово хамас, например, в Бытие 6 глава, да, когда употребляется слово хет или хатат, это конкретное действие уже человека, например, такое слово хатат, грех, употребляется в Бытие 4.7, слова Бога Каину, да, грех у дверей, да, ты, господствуй на дне, в Бытие 4.7, да, так говорит библейский текст, то есть хатат как раз употребляется в отношении такого как бы греха, за который полностью ответственный человек, то есть тут уже нет прямого вмешательства силы тьмы, например, как это будет дальше в 6 главе, да, то есть вот как бы вот такая, например, грань есть использование того или иного слова, но есть еще там другие моменты, но это как бы тема для отдельного для отдельного семинара. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, братья, еще вопросы есть? Можно мне вопрос? Да, представьте, кто вы? Максим, церковь Голгофа. У меня два вопроса. Первый вопрос, когда разговоры с евреями, особенно кто подкован в изучении Писания неверующих, соответственно, ну, в плане не неверующих, а не христиан, а именно иудеев, они говорят, что раб Божий это непосредственно сам Израиль. И вот, Игаль, вы привели уже два места, где как раз противопоставляется, что раб Божий, он страдает за грехи Израиля. И еще одно место я подзабыл, там в записи, надеюсь, останется. Вот, то есть вы уже два места такие назвали, что раб Божий, он противопоставляется непосредственно Израилю. И вот, как правильнее отвечать вот таким людям, которые, ну, не русские, а вот именно иудеи, которые против того, что мы почитаем Христа за Бога, как вот им правильнее ответить? Может быть, еще какие-то места подскажете непосредственно из Исаии, что вот раб Божий в Исаии противопоставляется грешному Израилю, который отступил. А второй вопрос я потом задам, чтобы не забыть. Да, очень хороший момент, спасибо большое, Максим. Значит, смотри, мы видим ясно и четко, что, например, Исаия 43-го, написано «Вы свидетели мои и раб мой». То есть идет явное противоставление «Вы свидетели мои и раб мой». То есть это Израиль, израильский народ физический, потомки Авраама и Исаака Якова, они до сих пор, несмотря на то, что основная масса их отвергли Христа, они остаются свидетелями Бога на земле. Через них Бог открывается даже в их грешном состоянии. А есть еще раб мой, и раб мой, то есть Авди. Это уже есть тот раб, о котором говорит Исаии 52-53. Это первый момент. Следующий. Мы видим, что в Исаии 52-53 главах говорится о том, что он берет грехи всех нас. То есть нас – это пророк, который говорит и все, кто с пророком, то есть его народ. То есть он берет, он не может быть самим этим народом, чтобы полная путаница произойдет. Он берет грехи наши, нас, на себя. Поэтому пророк отождествляет себя с грешным израильским народом, а раб Господень избавляет их от этих грехов. И от грехов также пророка самого Исаии. Дальше. Мы видим, что говорится о том, что в устах этого раба Господнего не было лжи. Да? Правильно? Но мы знаем, что всякий человек лжив и нет правды у него. То есть тоже Писание говорит. То есть человек не один. Даже самый святой человек, будь он из Израиля или из народов, он как какая-то бывает вошь, да, есть на устах, да, даже верующие согрешат своими устами. У него тоже есть. Поэтому Писание не может подойти никому из людей на земле, потому что все люди грешат устами, и ложь является очень частым грехом, которым многие грешат. Понимаете? Поэтому явно и ясно и четко, что Израиль не может быть этим рабом Господнем из Исаии 52-53. Дальше. Мы видим, да, что этот Агнец, он идет на добровольные страдания, добровольные страдания, да. В истории Израиля мы не читаем об добровольных страданиях. Израиль страдал сам за свои грехи, за свои же грехи, Бог наказывал их, да, как дисциплинарной мерой, он их наказывал. Поэтому это абсолютно никак не подходит к этому описанию, да, тут говорится о добровольном, безгреховном мессианском рабе, который спасает своей заместительной смертью жертв, их и даже других, и даже народы будут спасать. Это так вот вкратце. Есть еще момент. И в конце я могу показать на хорошие материалы, где вы можете больше изучить это, на сайте моего служения. Спасибо. Можно еще один вопрос? Пожалуйста. Даже не вопрос, а, скажем так, на будущее просьба. Вот вы упомянули в самом конце слово ЦДК, и вот оно там встречается в этой главе, и упомянули о том, что в Новом Завете мы должны некоторые слова, выражения, фразы рассматривать в еврейском контексте, потому что мы не сможем их понять. И вот, может быть, вы знакомы с Томасом Николсом Райтом, англиканский священник, дармский, у него есть интересная тема, он рассматривает как раз два слова ЦДК и декрессийное греческое слово праведность. И он как раз говорит о том, что Павел использовал слово праведность, скорее всего, в контексте ЦДК, а не декрессийный, как юридический термин. И вот он как раз по посланию к кримлянам очень хорошо раскладывает, что не просто юридический Бог вменяет, а именно он как верность рассматривает, как Божью верность, как исполнение обетования. Можно ли вот вас попросить, может быть, когда-то будет у вас возможность разобрать вот эту тему, вот слово ЦДК, как оно воплощается в Новом Завете, вот через вот это слово праведность, потому что мы праведность рассматриваем только как вот подтверждение того, что мы что-то делаем и Бог нам вменяет или нашу веру вменяет. И на самом деле, если брать расчет слова ЦДК, то получается, что Бог просто по своей верности делает и он доказывает исполнение своих обетований о своей верности. То есть вот можно ли вот эту тему разобрать в будущем? Да, я был бы очень рад, Максим, да, спасибо за этот вопрос. Это к вам, чтобы вы разобрали, потому что вы более сведущий в еврейском, как бы, ну, в греческом, наверное, тоже. Да, 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 я говорю, да, что я готов разобрать эту тему, да, конечно. Спасибо, спасибо большое. Когда меня попросят и пригласят, я буду рад. Будем ждать. Спасибо. Спасибо, Максим. Пожалуйста, брать, еще вопросы? У меня вопрос, можно? Представьте. Николай Заблотский. Да. Вот в послании к крымлянам написано, что весь Израиль спасется. И мне это радует, и мне это очень приятно. А вот написано, что остаток спасется. Как это вот остаток спасется? Да. Это очень частый вопрос, Николай. И тут как бы такого одного ответа, я бы сказал, что непросто найти один ответ, который будет. Но смотрите, я так это вижу. Остаток спасется. Это тот остаток, о котором говорится в книге пророка Исаа и других пророков. Это остаток, который является частью церкви. То есть остаток Израиля, он физически принадлежит к Израилю, потому что это евреи, а потомки Авраама, Исаака и Аква, но они являются также частью и экклесии, то есть спасенной общиной всех времен и народов. Поэтому остаток, в этом смысле, он, конечно, спасается и спасется, но в будущем дополнительно к этому остатку будут спасены еще израильтяне, которые примут Ишуа, примут Иисуса, когда он сойдет с неба, когда ноги у Садна Горелионской, Захария 12, 13, 14, там три главы об этом говорят. Вот как раз тогда происходит национальное спасение, пробуждение в израильском народе, потому что изливается Дух Святой, Захария 12, 10, и они воззряют на Того, Которого пронзили. То есть и будет излит у них Дух Умиления. Это пророчество еще ждет своего исполнения, и оно будет, когда вернется Ишуа, Иисус с неба вернется, и ноги у Садна Горелионской. То есть мы видим ясно и четко, что как раз тогда будут великие войны в Иерусалиме, многие народы пойдут против Иерусалима, многие пострадают, погибнут, но будет спасение тем, которые уверуют, увидят и узрят Его, предыдущего на боках небесных, и придет спасение Дома Израилева. И как раз вот тогда, как я понимаю, в пророческом будущем смысле весь Он будет спасен. Включается и остаток, и те, которые будут живы на тот момент, которые узрят своего спасителя, который вернется во славе Божией с ангелами силы своей. Слава Богу. Вопрос. Игаль, скажите, пожалуйста, вот в беседе с иудейским раввином, я узнал, что они отрицают вообще 53-ю главу. Если это так, то почему? Спасибо за ваш вопрос, Евгений. Что значит они отрицают? Эта глава есть во всех Библиях. Во всех Библиях, которые читают раввины, эта глава есть. Отрицают они не все, но некоторые отрицают мессианское толкование этой главы. Почему? Потому что, как уже было сказано, многие из них толкуют, что это касается израильского народа. Но самые древние иудейские комментаторы, например, даже как Таргум, арамейский Таргум, понимали, что эта глава не об Израиле, а именно о Мащехе, именно о Мессии. Но толкование пришло во время Раши. Это вот XI век новой эры иудейский комментатор Библии Равин, Раби Шламо Бен Исхаки Раши. Он был тот, который как бы внес такое толкование, что, мол, речь тут идет не о Мессии, но об Израиле. Почему это произошло? Это произошло как реакция на те гонения, которые католическая церковь вела против евреев, погрома, инквизиции, насильное перетаскивание евреев, христианцев, католицизм. И как бы реакция на это пришла со стороны этого индийского толкователя Библии, Раши, который сказал, нет, это не может быть о Мессии, это об Израиле. То есть это было спеврородо такое вот толкование полемика, апологетика израильского народа в этом смысле, со стороны этого ключевого французского раввина. И с того момента в основном в истории иудаизма, раввинистического иудаизма, Сай 53 толкуется как глава об Израиле, но есть также и но, есть очень обратить важное внимание, что были и есть толкователи даже среди раввинов, которые толковали и толкуют эту главу именно как мессианскую главу, вопреки Раши. Такое тоже есть. Поэтому сегодня, например, в Израиле, когда я благовествовал евреям, в Америке тоже, когда есть возможность мне благовествовать, я ссылаюсь на эту главу, потому что эта глава является ключевой мессианской главой и толкование классическое иудейско-раввинистическое толкование этой главы, что тут говорится об Израиле а не о мессии, оно никак не выдерживает критики. Поэтому многим раввинам сегодня даже приходится признавать, что это глава на самом деле мессианская. И когда они это признают, это дает возможность показать, что она мессианская и есть тот, кто уже исполнил и исполнит эту главу. Это есть Ишуа из Назарета. Поэтому тут надо быть чувствительным благовестием евреям. Надо знать, во что они верят и надо верить слухам или каким-то там бастям, которые вы читаете где-то там на интернете. Нужно выяснить все эти вопросы для того, чтобы правильно понять, как они понимают, что они понимают все одинаково, и потом уже будучи оснащенным этим знанием идти и благовествовать им. Это надо делать чутко, осторожно, с молитвой и любовью. Слава Господу. У меня вопрос. Так, представься. Иван Лепеша, Беларусь. Игорь, приветствую, дорогой. Приветствую. Хотел бы, как бы, одиннадцатая глава пророка Исаия, как бы, вплетается, вот, как бы, конвой именно в 53-ю. И вот, когда зажигается минора, именно, начинается мессианское служение, мы, когда зажигаем, то, вот эти духи, которые, семь духов, как бы, ассоциируют с семь вот этих, именно, хануки, вот, дух, поднёт на них дух Господень, дух премудрости, разума, дух совета, крепости и дух ведения и благочестия. Это, как бы, ассоциация с этим светом, вот, с этим духом, вот, правильно, неправильно, мы всегда зажигаем, читаем этот отрывок, вот, именно, с одиннадцатого, одиннадцатой главы. Хотя, он не то, что он, он исторически заложен и начало, и еще и в будущем. Он не то, что одномоментный, я это понимаю, потому, что, и про царство, когда уже будет, именно исполниться, когда Мехия придет, там уже дальше говорится в этой главе. Большое вам спасибо, Иван. А, да, вот, именно так делает, например, брат Гедеон. Гедеон Левит, он тоже, когда проводит шаббатное служение свое, он тоже зажигает, благословляет, и, конечно, всегда читает вот это прощество из с одиннадцатой главы. Поэтому, это очень такая, вот, ну, я бы сказал, благословенная традиция, которая абсолютно не противоречит Писанию. насчет семи духов, я тоже вот тут усматриваю, Иван, что когда в Откровении в первой главе говорится, да, что идет Откровение, да, от Отца, от Сына, да, и потом, от семи духов, которые пред Престолом Божьим, да, первого Откровения, усматриваю, что это есть как раз ссылка на Исаию одиннадцатую главу, где идет вот именно перечисление семь атрибутов Духа Святого, которые есть третьей ипостась единого Бога. И вот мы видим, да, это Дух Мудрости, Дух Ведения, Дух Страха Господнего, да, вот это все вот семь, это и есть Дух Святой, и этот Дух Святой, она... Полнота. Да, то есть в полноте, цифра семь, да, шева, цифра семь, та совершенство благословения. И как раз вот мы видим, что Господь, Он и есть вот этот источник Духа Божьего, да, Он сказал, да, что я приду и через некоторое время вы будете крещены Духом Святым, да, Деяние первого глава. И вот мы видим, что Дух Святой приходит, да, и благословение, и спасение приходит Иерусалиму, Иудеи, и оттуда уже идет Евангелие во все концы. Понятно. Спасибо большое. Спасибо, Иван. Пожалуйста, братья, еще вопросы есть? Можно вопрос Игорю? Да, представься. Это Виктор Беларусь, Ушачи. Да, брат, давай. Игорь, как лучше молиться за Израиль? Чтобы они ожидали Иисуса Христа, который умер, победил грехи, востреб для оправдания нашего. Расскажи, пожалуйста, свое мнение. Большое спасибо, Виктор. Смотрите, молитва за Израиль, это тоже очень важная отдельная тема, которую следовало бы тоже раскрыть в нашем форуме. То, что вы сказали, это точно, это и правильно. Конечно же, нужно молиться о спасении Израиля, главное, это в духовном смысле, чтобы они приняли Ишуа, Мащеха, Иисуса Христа. Надеюсь, что вы знаете, Виктор, что уже сегодня происходит большое пробуждение в Израиле. Прямо вот в наше время, в наши дни, очень много коренных израильтян, и русскоязычных, и коренных израильтян приходят к вере в Ишуа. Слава Богу, то есть уже пробуждение идет, надо за это молиться и помогать, чтобы оно шло. Но мы также понимаем в Писании, что полное спасение придет, конечно же, когда Господь вернется. Поэтому мы должны молиться и о нынешнем пробуждении для Израиля, то есть мы должны знать, как нести им Евангелие, как это делать, что мы должны проповедовать им, а потом, конечно же, надо молиться и о спасении всего дома Израиля и дома Иуды. Это уже, когда вернется царь Ишуа с неба, конечно, об этом нужно молиться. Также я понимаю, что нужно молиться за мир Иерусалима, прежде всего, и духовный мир, чтобы Господь спасал города Иерусалима, и также и физический мир, потому что только на этой неделе столько страшного кровопролития там произошло, сколько терактов, сколько крови, зла, нечестия происходит сегодня в этом городе. Поэтому нужно молиться и на физическом уровне, и на духовном уровне, нынешнем и будущем. Если так вкратце сказать. Спасибо. Пожалуйста, братья. Если вопросов нет, у нас осталось время для молитвы. Мы сейчас давайте все желающие, кто хочет молиться, помолимся. И здесь сегодня есть такая возможность помолиться об Израиле. И брат Игорь, Игорь, закончить наше молитвное служение. Пожалуйста, молимся Господу. Отец наш Небесный, сейчас мы предстали пред Твоим лицом, пред Твоим величием. Благодарим и славим Господь за сегодняшнюю встречу, за этот такой толковый разбор вот именно 52-53 главы Исаия, Господь, которая как бы пронизывает вот века и тысячелетия, и вот дошло до нашего времени. Мы сегодня видим, Господи, как это все сбывается в конце этих времен пред Твоим приходом. Мы благодарны, Господь, за каждого брата, особенно за Игали, Господь, за его именно вот служение и апологетическое и служение среди своего народа, за пробуждение в Израиле, Господь, за все общины, которые стоят именно и приняли Ишуа Мехию как Господа, как спасителя. Благослови, Израиль, Господь, благослови этих пасторов, помощников, проповедников. Благослови, Господи, нашу семинарию, там не только одну, нашу баптистскую. И благослови всех братьев и сестер по вере, Господи. Просим, молим, и которые находятся за пределами Израиля, в диаспоре, Господь, и в Беларуси, и в России, и в Канаде, и в Америке, и всюду, по всему лицу земли, Господь. Мы просим благословения на этот народ, пирожить, и просим благословения на наши народы. Благослови нас, Господи, и побуди больше пасторов служить, вот народу израильскому, актуально подходить к этой теме, потому что они наши братья, и мы молим, и просим, Господи, за них. Да будет благословено Твое имя, нашего великого Господа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Господь благословенный, я сердечно благодарю Тебя за то, что в данном возможности сегодня участвовать в этой конференции с разных страт, слышать Твои пророческие истины из книги пророка Исаии, Господи, как ярко раскрыто это слова Твои, Господи, скажет Броку Исаием, за несколько сот лет до Твоего прихода о том, что Ты придешь, пострадаешь за народ, живущий на земле. Прославляю и возвеличиваю имя Твое. Вот и сейчас, Господи, я молю Тебя за народ Израиля. Благослови этот народ, избранный Тобою, которые пронесли нам Слово Твое до наших дней, открыли нам живого Бога. Слава Тебе, следить, что благодарность Тебе, пошли, Господи, мир Израилю, приготовь их сердца к пришествию Твоему, да прославится имя Твое. Хвалай Тебе, слава, честь Тебе и поклонение Отцу, Сыну, Духу Святому. Аминь. Аминь. Господь, благодарю Тебя за сегодняшний день. Благодарю Тебя за Иисуса Христа, который умер, и что Он был для нас примером. Благодарю Тебя за народ израилевский. Сохрани его. Аминь. Аминь. Господь и Бог наш, прими благодарность за Господа Иисуса Христа, который даровал надежду Господи не только язычникам, но и еврейскому народу. Молимся также, Господи, за город Иерусалим. Он будет предверием небесного града, Господи, как и описано в Слове Твоем. Благодарность Тебе и хвала за этот народ, через который Ты дал надежду всем народам на земле. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты послал надежду, Господи, даже тем людям, о которых мы и не думаем, что они могут уверовать. Так написано в Слове Твоем. Господи, благодарим Тебя, что у Тебя самая лучшая надежда, самая, Господи, та надежда, которую мы даже и не думали. Господи, чтобы в сердце нашем обитала всегда Твоя доброта, Господи, благость, велосердие, вера, кротость, воздержание. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты даровал надежду также, Господи, в будущем и израильскому народу, что вот он уверует, Господи, весь Израиль написано спасется, который предназначен для этого. Господь, слава Тебе и хвала за все. Бог Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Господь, слава Тебе, также присоединяюсь ко всем молитвам и прошениям братьев и сестер моих. От всего сердца выражаю слова благодарности за то, что Ты некогда нашел нас, жалился над нами, Господь, над племенами языческими, в числе которой многие из нас, Господь, слава Тебе за Твое долготерпение, Господь, за покаяние, которое Ты послал в виде благодати Твоей, милости Твоей, Господь, слава Тебе за то, что Ты простил каждого из нас, очистил, амил от грехов наших, Господь, дал надежду вечной радости, Господь, за ту жизнь вечную, которую Ты обещал любящим Тебя, слава Тебе, аллилуйя, асанна Тебе, Господь, и то, что сегодня брат наш разобрал эту тяжелую голову, Господь, во свидетельство всем нам, какую цену каждый из нас искуплен, Господь, прости каждого из нас, чем огорчил Тебя и Святого Духа Твоего, Господь, наполни всем тем, что не достает от Тебя, Господи, слава Тебе, аллилуйя Тебе, асанна Тебе, молю и прошу Тебя за народ Израиля, за всех детей, благочестиво Авраама, по вере, стали детьми, которого мы, Господь, друга Твоего, даруй мира Твоего Иерусалиму, Господь, даруй каждому из нас пребывать в любви Твоей, Господь, в отношении друг друга, почтительности, в уважении, Господь, исполнить волю Твою, Господь, это запрет Твоя, да пребудет имени Твоему вечна слава, ибо Ты достоин, и пусть все знают Тебя, единого истинного Бога, и Тобою посланного Иисуса Христа, Господа нашего, Господи наш, слава Тебе и хвала, великий Бог Израиля, Бог Авраама Исаака Якова, сущий Бог Якова, Аллилуйя, мы благодарим Тебя, Господи, за Твое великое откровение, которое Ты оставил, за Слово Твое Святое, Господи, за пророков Твоих, святых Господь, за то, что Ты даруешь нам возможность, Господи, глубже вникнуть и лучше понять, что эти пророки нам говорят, Господь, на том языке, на котором они говорили, Господь, на еврите. Я прошу, Господь, чтобы Ты благословил всеми Твыми благословениями, Господи, для Духа, души и тела, всех тех, кто сегодня, Господи, на этом общении. Я молю, Господь, дорогой, чтобы Ты дала нам крепости, сил, здоровья, защиты от всякого зла, Господь. И хочу, дорогой, Господь, чтобы Ты благословил особым благословением Николая Ильича и Пещина, Господь, и также Ивана, и всех братьев из этой московской церкви, которые так потрудились, чтобы была возможность провести нам такое общение, Ивана Васильевича Музычка, и всех других, а соверующих братьев. Хочу всех, дорогие, благословить Словом Твоим, Господь, дорогой, молитвой Аарона, которую Ты оставил для нас на страницах Твоего Святого, Слово Твоей Торы, Господь. Число шестая глава. Да благословит Тебя, Господь, и сохранит Тебя. Да презрит на Тебя, Господь, светлым лицем Своим и помилует Тебя. Да обратит на Тебя, Господь, лице Свое и даст Тебе мир. Шалом. Во имя Ищула Гамасчеха. Слава Богу. Амин. Амин. Амин, дорогой брат. Амин. Мы сердечно благодарим брата Игаля, что он нашел время, он человек очень занятый, пришел в нашу конференцию. Спасибо вам большое. И я благодарю всех братьев, участвующих в этой конференции. Пусть Господь вас благословит и именем Христа вас благословляю. И приглашаю вас на следующую встречу, которая будет в среду, на следующей неделе. Пусть Господь вас благословит. Храни вас Господь. Спасибо. Спасибо.